Всемирный день отказа от автомобиля Омск встретил пробками. 22 сентября в четверг утром было 6 баллов и 7 баллов вечером. Несмотря на то, что погода была теплой, на велосипеды амичи не пересели. Даже когда был повод. Причина в том, что мало специальных дорожек, нет парковок. Ездить приходится или по тротуарам, или по дорогам. В первом случае недовольны пешеходы, во втором автомобилисты. Ольга Качкурова решила проверить, реально ли сделать велосипед альтернативой городского транспорта в Омске. Из автолюбителя велофаната Владимир Жемчужников превратился 11 лет назад. С тех пор по городу передвигается исключительно на велосипеде. Их у него больше 10. Нам продемонстрировал любимый двухподвесный универсал и настоящий веловнедорожник фэтбайк. Практически для любой поверхности. Песок, снег, какая-то неровная такая поверхность. Для зимы подходы? Это как внедорожник он считается, и зимой, и летом. Именно такой велосипед больше подходит для поездок по Омску. Ведь на 1600 километров автодорог в городе всего 40 километров велодорожек. Владимир изучил их все. Самая длинная трасса – на Иртышской набережной. От улицы Рождественского до Зеленого острова. Есть где покататься в парке 300-летия Омска, сквере Дзержинского, парке 30-летия ВЛКСМ, Советском парке и вдоль улицы Андрианово. Но это только покататься. Чтобы пользоваться велосипедом как транспортом и ездить на работу по делам или в магазин, существующей сети недостаточно. Глава городского департамента по делам молодежи и физической культуры Михаил Расин чаще пользуется служебным автомобилем, чем велосипедом. Хотя дома у бассейна «Пингвин» и почти до самого кабинета на улице Карла Липнихта – новая велодорожка. Ее открыли в прошлом году. Расин признается – чиновникам предстоит большая работа. У нас в планах соединить Зеленый остров с Советским парком. Тем самым мы позволим сделать сообщение велодвижению от одного конца города к другому. Пока же и велосипедистам приходится искать себе место на автомобильных дорогах. Мы решили выяснить, легко ли ездить по городу. Пункт А – новостройка на улице Димитрово. Пункт Б – торговый центр «Континент». Владимир Жемчужников для этой поездки выбрал двухподвесный байк. Универсальный велосипед. На нем можно ездить как по асфальту, так и по неровной обочине. Итог эксперимента неутешительный. Владимиру потребовалось 17 минут. Главная проблема – автомобильные дороги очень опасны. Разбитый край вынуждает прижиматься к несущимся машинам. Западней на пути становится и решетка ливневых стоков. Ливневка на дороге. Вот по ходу движения должно быть прорези на ливневке или поперек движения. Но если логично рассуждать, то они должны быть поперек, чтобы переднее колесо велосипеда не провалилось в эту ливневку. И чтобы велосипедист остался без травм. Веломастерской – очередь пострадавших на омских дорогах. Клиентам тут рекомендуют выбирать байк покрепче. За год в Омске продается от 40 до 50 тысяч велосипедов. И, как ни странно, амичи все чаще выбирают не городские изящные сетибайки, а так называемые хардтейлы. У этих моделей более жесткая и надежная рама и несколько режимов скоростей. Кочки ухабы на таком велосипеде чувствуются меньше. Впрочем, хорошая амортизация хоть и делает поездку комфортней, а товарий не спасает. За последние 8 месяцев травму на дорогах получили 70 велосипедистов. Из них 26 детей. Погибли 2 человека. Высвободить хотя бы метр асфальта для велосипедистов на оживленных улицах невозможно. При этом, согласно принятой в Омске концепции развития автотранспортной сети, все новые дороги в городе должны предусматривать такие велодорожки. Но на практике такая улица, Андрианова, всего одна. Ольга Качкурова, Максим Артынов. Омск здесь. Поздравляйтесь. Продолжение следует...